вечер мир дубль 2 надеюсь что дубль 2 будет удачной потому что это сегодня у нас такой достаточно экспериментальный эфир я такого ранее никогда не делала но всегда же бывает первый раз и хочется попробовать я сегодня задумала и собственно хочу сделать это такой традиции на будущее если сегодня все удастся если у нас получится все технически если получится если вам то будет интересно то есть если это будет интересный опыт то я хочу сделать на будущее раз в неделю делать эфиры с коллегами эфиры с какими-то экспертами будь то в параллельных нишах да будь то в той же теме в которой я работаю сегодня будет я надеюсь сейчас присоединиться татьяна хавро очень надеюсь что сейчас присоединиться на коллега с которым мы уже ну знакомы много лет работает в тоже в теме и психологии денег и психологии изменений и бизнеса я все жду я все сижу и жду потому что я вроде пригласил но я пока не наблюдаю чтобы она присоединилась в любом случае основная тема которая заявлена сегодня это о том как найти себя в изменившемся мире как найти себя в условиях изменить в таком в условиях турбулентности и в условиях изменения для большинства из нас тоже та жизнь которая была а так как-то резко закончилась и резко закончилась и приходится строить что-то совершенно новое я вот вижу что татьяна присоединилась во всяком случае в инстаграм сейчас я надеюсь что будет запрос на выход в эфир на присоединение в эфир я предложу вам такой формат ну вот очень интересно это сделать я предложу такой формат в котором будут разные точки зрения возможно ваши вопросы моя точка зрения точка зрения коллеги то на все то что происходит и на то как вот в этой турбулентности в новом месте в новой по сути новой жизни до в новом мире потому что мир изменился уже еще продолжает еще будет как найти себя то есть как найти вот это новое место для кого-то это новое место в контексте конкретно да вот прям физического места кто-то жил в одессе я например да теперь находится территориально в германии кто-то жил в своем доме в одном городе теперь находится либо в другом городе либо в другом доме либо в другой стране и для кого-то это найти свое место это как раз территориально для кого-то кто-то может обнаружить что найти свое место это не совсем территориально даже если человек оставил остается до в своем месте меняются условия сейчас очень сильно и все то что происходит вряд ли может ну кого-то может быть не затронет до всегда есть какие-то удаленные регионы где-то меньше затрагивается но большинство людей прямо либо косвенно это затрагивает какая-то какие-то профессии перестают быть актуальными какие-то какие-то виды деятельности которые еще несколько месяцев назад были актуальны теперь перестаю дать теряют актуальность так вот как 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 вот во всей этой во всей этой мясорубке простите за грубое слово создать свою опору найти свое место до назвать такое свое хорошее место не смысла что твое место под плинтусом а мое хорошее место вот основная идея была в этом я не вижу танюш если ты меня видишь я вижу ты вроде присоединилась конста в инстаграм до пришли мне запрос на выход видео я да прям у что ты могла тоже ведь выйти я вообще что ты понимала не вижу тебя не вижу тебя в facebook друзья минуточка технического на самый крайний случай я проведу да ну минуточку ждем терпим да никуда не уходим так вот в facebook сейчас татьяна присоединиться я надеюсь очень и вот в инстаграм сейчас будем общаться ну вот будем общаться вот так почему-то не присоединяясь сейчас что уже тут так ура есть инстаграм заработала я скажу что-то это хорошо начало положено как да и с будет всем добрый вечер а меньшей мере да по меньшей мере в инстаграм уже вышли поскольку я да обычно веду эфиры на две соцсети и на фейсбук и на инстаграм и на фейсбук я все-таки хочу верить мы же тестили у нас же все получалось станет 20 минут назад если как ты рассказывала я тебе все отправляла да вот это вот только сейчас дошло и ну на к сам крайний случай я фейсбук переверну так чтобы было видно да нас обеих будет буду на крайний случай будем как-то так делать а ну давай я отменю и ты отправишь мне еще раз хорошо вот мне пишет не удалось подключиться да странно пишет не удалось подключиться попробуй пожалуйста еще раз отправить так и посмотрим что из этого выйдет я на всякий да вот пока мы сейчас эти технические пока то они подключаются пока мы делаем эти технические моменты я для вас сделаю я для вас дела я вам предложу одно одну небольшую одно небольшое предзадание одно небольшое предзадание возьмите сейчас листики ручку для того чтобы то о чем будет будем говорить было ну максимально полезно вы же знаете те кто меня смотрит вы знаете я про практику я не про поговорить про поговорить то конечно да но еще и про практику возьмите листики ручку и напишите минимум пять пунктов минимум пять пунктов которые кардинально изменились вашей жизни за последнее время вот что-то так какие-то кардинальные изменения которые я думаю что пять пунктов лифоход минимум будет практически у каждого у кого это что-то поменялось место жительства вообще у кого-то там вся жизнь рухнула да не знаю сфера деятельности либо поменялось либо еще вообще непонятно в какую сторону действовать таня сейчас ты пляж потому что я тебя вообще даже не вижу фейсбук вот из неприятного я уже будем знать выйдет или нет я просто сейчас вы еду и давай попробую еще раз и я вам сейчас скажу поставьте лайки кто кто написал да и сейчас будем смотреть что с этим я кое-что важное пропустила я пропустила корочки для меня важно для вас может быть и нет для меня важно Те, кто присоединяются, напишите, пожалуйста, «Добрый вечер, мир и люди, живущие в нём». Во всяком случае, те, которые уже бандовские, которые не первый день смотрят и не первый раз с нами, напишите, пожалуйста, «Добрый вечер, мир и люди, живущие в нём». Я вижу Вику. Вика, привет. Да вот, вижу Лена. Привет, Лена. Капитанечка. Привет, капитанечка. Вижу. Так, Танюш, тебя ещё не вижу. Отправила запрос ещё раз. Вышла, зашла и отправила. Вышла, зашла и отправила. Ну, если придёт, то придёт. Если нет, ну, значит, максимум я буду дублировать на другой эфир, либо как-то так попробую развернуть телефоны, да, чтобы вы видели. Вижу твой запрос. Ну, с Богом. Да, пусть уже случится, пусть уже получится, но очень же хочется. По идее, это такой достаточно интересный формат, как мне кажется. Ну, как пойдёт. Не знаю, пока висит и тупит нещадно, увы и, к сожалению, увы и, к сожалению, висит и тупит нещадно. Не загружается. Почему ты не заходишь ко мне? Вот в Инстаграм зашла, а в Фейсбук не заходишь. Не знаю, наверное, не нравлюсь я сегодня в Фейсбуку. Не нравишься сегодня, хорошо, что это, не знаю, не накрасилась. Вчера нравилась. Вчера нравилась, а сегодня не нравишься, да. Привет, Оля, привет, тут пишут. Доброе утро, добрый вечер, мир. Просто на этом что-то не то раз. Так, сейчас я здесь делаю громче. А ну-ка, скажи мне что-то, Татьяна, я хочу понять. Я тебе могу даже вот так в Фейсбуке сделать. То есть я там есть, но... Я тебя вижу, да, но пишут, что не удалось подключиться. А ну давай, я тебя попробую еще пригласить. Я тебя отправила в приглашение. А вдруг получится у тебя? Ты видишь? Да, давай, не вижу. Нет. А вдруг получится у тебя? Ты видишь? Она начинает храниться, поэтому у меня два звука теперь. Ну, окей, смотри. Стой. Ну, окей, смотри. Стой. Сейчас ждем. Ну, народ, очень хочется этого эксперимента. Вот пишет добавление, почему-то тебя в Фейсбук не добавляет. Хотя еще полчаса назад, полчаса назад, ну, тестировали, добавляли, и это работало. Вы выходили в эфир, и это работало. Ну, обидно, досадно. Ну, ладно. Ну, тогда план... План Б. Главное, что у нас есть план Б. Да, у нас есть план Б, поэтому мы будем двигаться по плану Б. Давай не будем уже дальше, ну, заморачиваться, играться во все это. Мы соглашаемся с тем, что в Фейсбук не получается, пока выйти. В Фейсбук напишите, слышно ли Татьяну. Тань, представься, давайте тут представишься уже, я пойму, слышит ли Фейсбук, и дальше буду понимать, что делать с Фейсбуком. Либо в Фейсбук, гоу в Инстаграм. Так, Татьяна. Всем добрый вечер. Меня зовут Хавро Татьяна. Я психолог, психотерапевт. Основные темы, с которыми я... У меня уже 8 лет практики, вот, и до начала войны, и сейчас. Основные темы, с которыми я работала и продолжаю работать, это метафизика денег, метафизика бизнеса. То есть все, что у нас внутри, блокирует деньги и не дает нам их увеличивать. А также все темы, связанные с тем, почему не получается масштабировать бизнес, ускорять, развивать, получать больше денег. А вот в последнее время много запросов от собственников бизнеса на тему вообще реанимировать бизнес. То есть его вернут на те позиции, на которых он был до войны. Вот, это то, с чем я в основном работаю. Поэтому... Подожди, одну минуту. Простите, перебью одну минуточку. Фейсбук, напишите, пожалуйста, слышно ли вам Татьяну. Или, если прям сильно не пойдет, просто да, нет. Да, слышно, но плохо. Чтобы я понимала, играться с телефоном, либо не играться с телефоном сегодня. Дайте хоть какую-то реакцию. У меня фантазия, что Фейсбук сегодня... Фейсбук сегодня в каком-то не в фаворе, вообще не в фаворе. Я даже не понимаю, там слышно, либо нет. Ну, с большой вероятностью... А очень досадно. Ну, ладно. Это будет следующий план. Тогда это будет следующий план. Мы тогда сделаем, наверное, следующее. Да, я закрою сейчас эфир в Фейсбук. Народ, эфир в Инстаграм. Переходите, пожалуйста, на мой профиль сейчас в Инстаграм. Потому что, ну, развернуть я так попробовала, и мне кажется, что это не самое такое. Оно, по-моему, сильно не очень получается у меня красиво развернуть. Вот, поэтому мы сделаем финтушами такой. Сегодня эфир уже, увы, да, будет в Инстаграм. Go в Инстаграм сейчас. Будем там с Татьяной говорить о том, как найти себя, как, да, найти опоры и свое хорошее место вот в тех меняющихся условиях. Go в Инстаграм. Я здесь эфир закрываю. Ну, вот так. Не получилось. Очень хотела. Да, все, Татьяна, на этом технические эксперименты на сегодня закончены. Давай, блин, аж жалко, знаешь, удалять. Аж жалко удалять. Ну, да ладно, хорошо. А можно потом ссылку. Да, я потом ссылку так и сделаю. Давай уже здесь будем общаться без всех этих фактических заморочек. Ну, не получилось. Ну, мы сейчас надобовали. Я, прости, я тебя перебила. Так вот. Да. И сейчас много, конечно, запросов именно о том, от клиентов у меня, то есть они спишут, как реализовать себя, если мы выехали в новой стране, найти себя, профессию старую, новую, что делать, адаптации и так далее. И те, кто остались. Это о том, что вообще делать, то тревожность, то панические атаки, то даже если этого нет и находятся в более-менее безопасном месте, но все равно то, что было, рухнуло, куда двигаться непонятно. И, соответственно, многие, например, собственники бизнеса, они попереезжали из горячих точек и теперь пытаются снова бизнес приводить к чувства, реанимировать. И не у всех это получается, они не могут распространяться с тем, что было. Вот это вот состояние в жизни разорвалось на до и после. Вот это то, с чем в основном сейчас обращаются. И очень много есть также людей, кто пишет, что вот я только думаю выезжать и я не знаю, с чего начать. Поэтому я думаю, что вот эти все запросы, они такие о том, как все-таки найти себя в жизни, в новых условиях. И здесь они разделяются на тех, смотря где ищут себя. Кто-то уезжает, кто-то остаётся, но в любом случае тяжело и одним, и другим, потому что всё заново, всё по-другому. Секунду. Всё, извини. У нас просто сорвался, прости, пожалуйста, у нас сорвался дичайший ураган в течение нескольких секунд. И летает всё, летает мебель, хлопают двери, хлопают окна. И я в этом стала дёргаться, потому что реально... Попажное делаем, раз таки, пошли, там Фейсбук вообще потух. Я не знаю, про что мы сейчас будем, куда мы сейчас зайдём. Давай спокойнее. Мы это, конечно, ваше такое... Глобально. Несколько секунд, да, такой фух, и реально начала летать мебель. То есть за окном летает мебель. Ну вот видите, энергии соединились в одном. Аня, ты покой, ты тяжело. Я же испугалась. Вот. Смотри. Мы не умеем... Да, мы обе привыкли говорить, и нам ещё предстоит... Мы на ваших глазах, друзья, будем учиться говорить, ну вот, да, вести что-то в паре. Потому что обычно, когда мы с Татьяной встречаемся, не часто, но мы можем говорить часами. И нам нормально, когда мы... Так интересно, Гаври, нужно повторить опыт, там столько всего можно людям услышать. Пусть сидим разговаривая. Да, это значит, шабаш собрал. Вот тут, Татьяна, шабаш собрался. Вот эта история, которая, про которую ты говоришь, ну, в которой мы наблюдаем, да, что у многих людей, да, собственно, и у меня тоже, да, я думаю, у тебя тоже, отчасти. Когда жизнь поделилась надуя после, это травма, да, история эта травма делит жизнь надуя после. Любые другие изменения, они как будто бы, ну, как-то, да, являются, даже если это резкие изменения, но они часто бывают продолжением, да, какой-то подготовки. А вот это ощущение, когда жизнь поделилась надуя после, это первый признак травмы. Да. Ну, и, собственно, сейчас пройдёт полгода, и нужно будет всех этих людей делать проекты терапии шоковых травм и вперёд. Ну, потому, да, время на ПТСР, на... Да, да. Но здесь суть в другом. Если не рассматривать, да, то есть это, я бы сказала, у каждого второго шоковая травма, но если смотреть через другую призму, то что, с чего бы мне хотелось начать? Вот смотрите, то есть если мы посмотрим на войну как кризис, то есть это по факту кризис и экономический, и культуральный, и физический по территориям, да, то есть это такой вот больших размеров кризис. И в этот момент мы не можем понять, куда идти, что делать и так далее. Но жизнь такая штука, что вот мы, когда жили до войны, да, у нас всё было хорошо. То есть война — это такое явление, которое происходит постоянно на какой-то части Земли. И от того, что на нашей Земле не было, это не значит, что где-то её не было. Соответственно, я бы говорила о волнах. Вот сейчас война, до этого была пандемия. До пандемии было что-то ещё, там какие-то оранжевые ещё революции, до них ещё что-то было. То есть, да, стресс и кризис как война, он может даже, если вот прям сравнивать, да, больше, чем та же пандемия. Но мы же как хотим? Мы же хотим на ручки, мы же хотим, чтобы всё ровненько шло, всё хорошо. И мы вот живём себе, проживаем спокойно, кармические задачи, за которыми пришла наша душа. И хотим, чтобы всё было хорошо. Но так на самом деле не бывает. Ну вот как я вижу, что Земля, да, и жизнь на Земле устроена другим образом. То есть это не значит, что всё время трэш, но как минимум волны эти есть. Просто что в этот момент, когда происходит волна, да, пандемии, волна войны, мы это воспринимаем как стресс. И что, почему нам сложно это проживать? Потому что мы этому ставим знак минус. И когда мы этому ставим знак минус, мы говорим, блин, ну вот давайте посмотрим, вот, когда была пандемия. Да, это было сложно, многое в мире поменялось. Ну какие мы навыки приобрели работать онлайн? Благодаря пандемии я сижу сейчас в Англии и могу вам проводить, там, у себя провожу своим психотерапевтическим. Я бы спокойно работаю онлайн и так далее. Потому что если бы не было пандемии, мы бы вообще были в шоке. О боже, как теперь выйти? Ну мы бы вышли в онлайн, да, но уже нас как бы подготовила жизнь. Поэтому, когда происходит любой кризис, он всегда о том, что то, та жизнь, да, которая вот уже жили, всё спокойненько, всё стабильненько, всё хорошо, да. Но чего-то не хватало. И кризис, он как будто бы подсвечивает. Посмотри туда. Ты можешь развить это качество, что-то сделать, то, что... То есть в кризис человек начинает делать то, что никогда не делал до этого. Он в жизни не поедет. Я только разговаривала о том, что я хочу переехать пожить за границу. Но я не делала этих действий, пока не началась война. Да, это жёстко, да, я так не хотела. Да, я хотела спокойно собрать чемодан. Но факт, я спокойно не собрала чемодан. Ты так собрала чемодан, что я помню, я не была бы крашеная, была бы седая, пока ты выезжала. Да, да. Потому что ты сразу не выехала, и ты там застряла в суммах. Я просто два слова... Можно, да? Иногда. Вот я сейчас со стороны тебя слушаю, думаю, боже мой, рассказывает человек, как будто бы, ну, да, приравнивая... И это может у некоторых вызвать возмущение, когда приравнивается война, ну, типа к обычному кризису, да. И, не знаю, если бы я не знала тебя и твою историю, я бы слушала и думала, ну, как бы, да, если бы... Так можно рассуждать, пока ты не был под обстрелом, да. Если бы я не знала, что ты застряла в суммах, и когда город был отрезан, и когда ты выезжала, и не могла выехать, и с этими канистрами, и выезжала под пулями. То есть это такая какая-то определенная способность, либо, вот как ты думаешь, это способность или это уровень ресурса быстро научиться вынимать опыт из тех событий, тех ситуаций, в которых ты попадал. Потому что я выехала, я сильно испугалась, меня триггернула еще, у меня есть моя история, да, для меня это не первая война, для меня это вторая война, потому что я в Израиле во второй Ливанской была, и там я не выезжала, и здесь меня триггернуло. Я выехала достаточно быстро, а ты сидела, и сидела долго. И вот эта способность прожитый ужас, да, вынимать опыт из этого прожитого ужаса и начинать смотреть, что это за урок, и для чего мне это надо, и что хорошего я из этого могу сделать, это навык, это уровень ресурса, это вот что. Потому что даже сейчас кто-то, да, быстро адаптируется, начинает возвращаться к жизни, а кто-то еще сильно застрял и не разрешает себе жить, даже если выжил. Первое, это действительно, ну, я назову таким словом уровень проработанности, да, но адаптация, гибкость, это то, что нарабатывается, оно разными способами нарабатывается. Я даже сейчас не могу сказать, вот как оно во мне нарабатывалось, но я помню, что когда я выехала из СУМ, и я ехала под танки, то есть нам сказали, вы едете, но там стоят танки, а я говорю, а как мы будем проезжать? Ну, мы будем как-то проезжать аккуратно, так может лучше остаться? Вы решаете, нет, сейчас гарантии сто процентов, что с вами ничего не случится. Офигеть, думаю. Но когда я выехала, у меня появилось, вот я сейчас рассказываю, у меня прям энергия идет, прям мурашки по ногам, о том, что я поняла в какой-то точке, что, блин, Таня, вот это ты прошла только что путь. У меня было ощущение, что за вот этот период, пока я проживала, я как будто бы прожила, ну, метафорично, не знаю, несколько реинкарнаций в одной, в одном вот этом вот событии. То есть я настолько-столько о себе узнала, что я могу, что я не могу, где я беру поддержку, на что я опираюсь, как я это делаю, что я, конечно, так как было много событий, пока я нашла ту страну, в которой мне комфортно, и то не факт, может, я перееду, теперь у меня появилась способность переезжать, я никогда не думала, что я могу в одной стране пожаловать, а во второй, а что, нормально, можно в третью? Ого, так можно было, вот эта штука, а что, так можно было, меня поражает. Потом мне когда говорят, а что, тебе страна не подошла? Я говорю, не знаю, может, я покататься хочу, почему нет? И в какой-то момент, когда этот опыт уложился, однажды утром, я даже писала об этом пост, я открываю глаза, и я понимаю, что я столько прожила не только самим выездами, как мы доезжали к Италии, как я приводила себя в порядок, чтобы начать работать, вообще, что рассказывать, у меня как будто бы всё отбило, и вот была Таня с восьмилетним опытом работы, потом, оп, я не знаю, что говорить, я не знаю, что говорить. Нет, всё общее, но, да, стёрто-стёрто. И я опять себя складывала по кусочкам, и вот когда я уже в Англии, я однажды открываю утром глаза, и я понимаю, Таня, ты получила такой опыт, что я не… И это была точка, когда я сказала, я не хотела бы открыть глаза и проснуться как от страшного сна. Я столько получила, я столько узнала про себя, про свою силу, про то, как я могу, оказывается, справляться, что я иногда сижу, думаю, блин, капец, тут надо будет искать квартиру, а тут вот это, тут вот это. А потом сижу и думаю, Таня, ты под танками выехала, ты чего? И ты теперь будешь рассказывать, что ты не можешь увеличить доход обратно? Ты чего? Ты под танками? И вот эта штука, когда я уже сама, когда я могу сама себе говорить, мне не нужен кто-то, кто меня мотивирует и говорит, давай, давай. Вот я сегодня на занятии у Нестеренко была, и говорю, блин, Артём, запусти спринт. Он говорит, Тань, важно не чтобы ты шла на мои энергии, когда я буду говорить тебе, давай, гоу, 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 а сама, вырабатывая ту энергию, мотивируясь сама, расписывая свой план, став свои цели. Потому что ты сейчас хочешь, чтобы я тебя, а ты учись, это твой бизнес, ты уже достаточно сильна, чтобы сама себе это давать. Я такая думаю, блин, ну я под танки выехала, так что же я тогда доход не могу увеличить? И вот эта мысль о том, что я такое сделала, то есть это действительно, я собрала все ресурсы с города, возможные и невозможные, нашла возможных и невозможных людей. То есть тут не сама точка именно, когда мы ехали, а собрание ресурсов, там была разбита полностью машина, и мы ее по кусочкам собирали, чтобы она ехала хоть как-то. Там была ситуация, когда мы не могли найти колес, и нам через два дня ехать, а все, на запаске, а колесо, которое я купила, мы не можем его поставить, все, оно не подходит. А люди, которые продали, уехали, сказали, все, до свидания, тут бомбят, мы уехали вообще с города. Я сижу с этим колесом, я понимаю, что другого не найду, это надеть не могу, звоню брату, а он кричит, я ничего не знаю, разбивайте этот проем, засовывайте в него. Боже, думаю, какой капец. Но мы засунули его, мы на нем ехали. Это был определенный опыт, и может быть про позволение себе этих самых ресурсов. Я думаю, и про позвонение, и про некое раскрытие, то есть они как будто бы, знаешь, вот, знаешь, когда я у Тальписа делала консультацию перед отъездом, и он сказал мне такую штуку, говорит, Тань, я, говорит, знаю, тебе есть такая особенность, что ты, когда ставишь точку, фокусируешься, вот, власть, ответственность, энергия, фокусировка, он нам давал тему. И ты, когда фокусируешься, то есть они могут быть, вот смотрите, вот, да, как прийти в себя в новых условиях. Есть тема, когда человек ставит точку, например, я хочу дойти до определенной точки, я сейчас буду просто показывать на себе, и как это работает вообще в терапии в жизни. И человек ставит точку определенную, говорит, все, вот это моя цель, я иду туда. Он собирает всю в себе энергию, направляет, фокусируется и делает, все он пробивает. У многих это может не получаться в силу того, что они не могут фокусироваться, они расфокусированы, да, то есть травмы развития структуры автономии не позволяют фокусироваться в одну точку. Ну, по Тальпусу там другие травмы. То есть факт в чем, что я не могу, вот поставив цель, я не чувствую, она моя или не моя, не могу туда сфокусировать энергию и к ней дойти. И он мне сказал, Таня, у тебя есть эта способность фокусироваться, ставить точку, ты, говорит, пробивная баба. Он так прямо сейчас сказал, пробивная баба, я такая, ой, ну что, баба была? Давно меня бабами не называют. Война на улице не важна. Он как-то, знаешь, это усилил какой-то такой силой женского рода, что ли, вот он такое значение отдал. Не девушка, не женщина, а вот знаешь как. И ты поставь себе, и он мне говорит, ты поставь себе точку выехать и сделай то, что ты делаешь обычно со своими целями в жизни. А он говорит, так это так работает. И тут я вот этот процесс наблюдала, потому что он у меня был очень неосознанный, когда я ставила какие-то цели и к ним шла. А здесь я прямо осознавала каждую точку, где я беру ресурсы, как я удерживаю фокус, как я не сдаюсь, потому что дни пят нам писали, вы не выйдете, это невозможно, никто не выезжает. Я говорю, никто не выезжает. И я давай искать варианты, а кто выехал. И мне понравилось, как девочка, с которой выезжаю, моя коллега, говорит, нам нужен прецедент. Это что значит? Вообще классная штука, я теперь это использую. Нам нужен прецедент. Что это такое? Это когда кто-то из СУМ выехал. Не мы первопроходцы, а кто-то из СУМ выехал. То есть, значит, есть лазейка, где выезжать, нам нужен прецедент. И через некоторое время мы ищем, 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 и находим прецедент, когда один человек выехал, вторая колонка выехала. И мы, о, так люди выезжают. А в интернете все знакомые пишут, никуда ты не выедешь, вообще нет возможности, и никто не выезжает. Я говорю, в смысле, это кого-то? Ну, мы не знаем, это какой-то фейк. А я знаю, что это мои знакомые, они врать мне не будут. Ну, то есть, фейк, знакомый фейк. Да. Фейк оказался твоим знакомым. В этот момент я поняла, блин, вот они, они прямо на мне работали, вот эти ограничивающие убеждения. Когда я понимаю, что, ага, значит, у меня есть ограничивающие убеждения, вставленные в мою голову близкими мне и далекими людьми, что выехать невозможно, ИСУ. Так вот, как оно работает. И я тогда, хоп, и туннельное, а, нельзя, все. И я реально начала видеть, где везде пишут, выехать нельзя, расстреливают машины и так далее. И действительно была колонна машин, которую расстреляли, но были сотни, которые выехали. И так работает мир. Кто-то говорит, а денег нет, а потому что война. А кто-то... При этом есть люди, у которых они есть. Конечно, деньги никуда не делись, даже в войну. Просто война стала еще одним из ограничивающих убеждений, почему я говорю, что деньги невозможно заработать. Так потому что война. И это ограничивающее убеждение достаточно сильное. Я бы только чуть-чуть перефразировала, Танюш, ну, как по мне, да, я бы не называла война, что сама война ограничивающая убеждение. Да, война – это огромный трындец. У меня здесь не хватает, да, у меня даже матерных слов не хватает про это, поэтому я про это, может быть, не так часто и не так много говорила. Про обесценивание войны, а это как вот то, что происходит? Ну, один, но это легитимизация жертвы сейчас происходит. Я это вижу достаточно часто, и тут нет два момента. Первая война, война, еще раз, да, ни в коем случае я не обесцениваю ужасы войны, отнюдь, плюс у меня есть, да, у меня есть предыдущий опыт войны, для меня это вторая. И, с одной стороны, да, это ужасно, а с другой стороны, она создала такое поле, в котором, ну, на нее можно многое свалить. Да, вот у меня нет денег, потому что война. Стоп, а до войны у тебя было? Вот, вот это точно. Да, у меня нету там того-то, потому что, а до войны у тебя было? И я знаю, при этом, я точно знаю людей, у которых до войны было, да, ну, это были бизнесы, которые были оффлайн, которые там сложно было, возможно, онлайн перенести. И да, есть люди, которые потеряли очень многое, если они сохранили жизнь, в большинстве случаев, в большинстве, черт, есть трагические истории, да, я не знаю, как говорить там, какие выборы сделали эти души. Ну, в большинстве случаев, люди, да, у которых до войны было, и во время войны, еще не сказала, после, ну, это хороший полезный, если бы все стало после войны, да, это прям хорошая оговорка. И во время войны они начинают, ну, да, соображать, они начинают искать лазейки, они начинают искать возможности, они начинают не отбрасывать про то, что вот я ничего не могу сделать, потому что война. Вот эта штука та, когда вот я, приходит ко мне клиентка, и у нее была сеть магазинов в Украине, в Сумах, одежда для медработников. И она в Польше, и она говорит, Таня, я не знаю, что мне делать, все, магазины остались там, я не представляю, как их сюда перенести, как тут Польша торговать, что делать, и пошла пока на курсы маникюра. И мы в несколько сессий, что, возвращали то, что если она это создала в Сумах, то она может то же самое создать в любом месте. Просто вот... То же самое, может быть, что-то другое, но она может создать. Но есть сам навык создавать, потому что бизнес — это навык, это правда, что не каждый человек может создавать бизнес, вести бизнес, как не каждый может рисовать, не каждый может петь, потому что это определенные навыки. Но если она там создала прямо сеть магазинов, значит, она может такой, наподобие, другие товары, но она может создать. Это никуда не делась с головы. Пока мы живы, у нас все эти знания вот здесь в голове. Другой тогда момент. Что происходит внутри, когда я не могу эти знания применить в другом месте? Что происходит? Я тебе скажу, что происходит. Я сегодня с этим работала. Я тебе точно, точно, точно скажу, что происходит. Происходит одно прекрасное слово, называется обесценивание. Называется обесценивание. Вот эти мои знания здесь никому не нужны. Вот эти мои навыки здесь никому не нужны. Я сейчас работаю, у меня есть такой экспериментальный проект, я о нем вообще нигде не говорила. Здесь первое... Ну, то есть, это не реклама народа, это я просто делюсь, да. В моей картинке мира, если смотреть сейчас, да, если... Ну, вот про людей, которые... Если мы говорим про тех, кто уехал от войны, да, либо те, кто сейчас находится в относительной безопасности, но на Украине. И озадачивается, да, сильно лишились дохода и сильно это ударило по карману. И нужно как-то смотреть, как зарабатывать, как увеличивать доход. И, на мой взгляд, нужно обращать внимание на западный рынок. Особенно, если что-то можно делать онлайн, хотя бы что-то. Что значит обращать внимание на западный рынок? Да, можно говорить про людей русскоязычную, либо украиноязычную диаспору, находящуюся, будь то... Ну, в Канаде Америка сложнее, просто потому что есть разница во времени, но это тоже возможно. Ну, например, Европа. Смотреть туда, и здесь тогда встают два маленьких... Сейчас делюсь тем, с чем экспериментирую сейчас. Во-первых, сети Инстаграм и Фейсбук на Западе чуть-чуть меньше развиты. Это во-первых. Во-вторых, есть такая волшебная сеть, волшебная, да, я думаю, что многие про неё знают, Линкедин. Вот я сегодня работала с экспертом по Линкедину. Да, 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 сейчас это популярно. В Англии, в первых местах, ТикТок и Линкедин. ТикТок и Линкедин, ТикТок более развлекательный, но он переходит на экспертный. Линкедин, это вообще, да, хороший уровень экспертности. И вот сегодня мы работали, у нас несколько человек, и вот этот эксперт, значит, по Линкедин. И одно из заданий было выписать вообще все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все которые в целом были готовы эти деньги заплатить. Это люди, которые что-то могут сделать с собой, со своим образованием, зашкаливающий уровень обесценивания своих знаний и навыков. Когда сидят люди и говорят, ну, это было давно, ну да, я умею там делать, снимать видео, ну, это фигня такая. Я умею, не знаю, там делать сторис, ну, это фигня такая. Я умею делать там ещё что-то, но это фигня такая. И вот этот эксперт, Александра её зовут, она сидела и говорила, это не фигня, это дико нужно. Вот это не фигня, вот это очень нужно. А вот это на западном рынке вообще там огромная потребность. А вот это вот очень-очень нужно. Но в большинстве людей, многие люди, обладая всеми этими знаниями, навыками и умениями, особенно если эти знания, навыки и умения уже на таком хорошем уровне, когда человек просто делает, легко не заморачиваясь, он считает, что это ерунда. И он теряет вот эту ценность того, что он умеет. Как будто бы это никому не нужно. Я это сегодня наблюдала, когда я работала с людьми, которые... Мне только что пришла идея, сейчас я вам расскажу, что происходит с людьми, которые уже здесь. понять, какие у них основные запросы. Это то, что ты сейчас говоришь. Сейчас только я продолжу вот эту штуку. О том, что же происходит с человеком, который, имея огромный багаж опыта, знаний по бизнесу, вдруг в какой-то момент все, был бизнесмен и нет бизнесмена. Ну, на самом деле, как и Тальпис говорит, то есть мы не знаем, какая причина стоит. Ну, это бесценность кто-то еще. Вот, например, в моем опыте я работала с клиентом, у которого был бизнес, и он не мог свинуться с места. То есть он сидел там, где уже его бизнес не работает, и ничего не мог сделать. То есть он вот как застыл. И мы тогда работали вообще с Эгрегором войны, с его контактом. Потому что до тех пор, пока он не соглашался, что война пришла, не соглашался, что происходит, не соглашался, как это так, я не понимаю, меня это настолько ранит, что у меня это сидит в голове, забирает кучу энергии, там детей убивают, взрослые погибают. То есть вот это все варилось в его голове. И смотрите, здесь еще какой еще важный момент. У нас же были войны до, да, первая, вторая. И они никуда не делись, они сидят у нас в ДНК. И новая война эти программы, память поднимает. Я делала сессию еще одну, чтобы выехать из Сум, потому что я понимала, что постоянно срывается выезд. И я поняла, что не так. И я наткнулась на свою родовую историю, когда расстреляли семью, которая выезжала. Я видела эти картинки у себя, когда мы поднимали эту программу. Было ли это в моей жизни? Не было. Но было ли это в жизни моих прабабушек? И все. И мой страх ехать был, опирался на эту картинку, на то, что там происходило. И получается, тогда накладывается. Там поднялась память. Здесь я вижу, проживаю шоковую травму и все остальное. И все. Это схлопывает. И ты тогда, знаешь, вот как смотришь в книгу, видишь фигу. И ты понимаешь, ты был бизнесменом вот недавно, у тебя куча идей, ты мог бы все что угодно делать. Другой кризис бы так не заблочил бы. И человек быстренько подстроился, да, гибкость, и дальше пошел. А именно вот этот, потому что ты правильно сказала, это нельзя назвать кризисом. Это больше, чем кризис. Оно похоже по качеству, как кризис, только это намного масштабнее, намного более ранящее и болючее. Но когда мы эти истории закрыли, проработали, отпустили, он сейчас уехал и открыл бизнес на Западной. Все. Он это поставил в бизнес. Он понял, никуда его не вытащить, и он поехал, сейчас новый строит. И я знаю, так как у меня группы собственников бизнеса были и есть сейчас в терапевтической группе, то многие выехали за границу, и они уже там строят бизнес. У меня есть застройщики у меня в программах, и они строили у нас, они поняли, что сейчас как бы нерентабельно строят, они приморозили это все дело, и сейчас они уже прекрасно работают за границей. Это те, у кого нет этих травм, кто смог взять свой опыт, переедать. Или те же рестораторы, которые повыезжали с городов, которые как бы в опасности, и сейчас сейчас на Западной, они там все подкрывали. Это как выглядит, если этой травмы нет? А по поводу того, опять же, к теме, адаптация в новых условиях. Меня приглашают здесь проводить, здесь сейчас очень много приехало украинцев, Украина, Украина. и проводить для них семинары. И я спрашивала, а что вы хотите? И вот девочки, которые работают с ними, они сказали такую штуку, ну мы вот смотрим на них, а они-то здесь, у них же нет этой травмы, да, а люди приехали, мало того, что у них шоковая травма, но до войны у них это было, и после войны никуда не делось. Что было? Непонимание, вот то, что ты говоришь, чем я вообще ценна, какие вообще мои ценности, какие мои скиллы, кто я, алю, ребята. И что в этот момент происходит? И они говорят, блин, приезжают такие специалисты, капец, и они не представляют, как это все можно здесь реализовать, и они идут в клининг, убирать. Девочки в шоке, и мы не можем им как-то с них что-то выставить, потому что как будто бы, ну я им тогда предлагала, что да, я для вас могу провести семинары, это у меня индивидуальная программа, распаковка личности, распаковка экспертности. Это такое коучинговое, но там я через терапию это делаю. Мы недавно, ну вот как пример, да, переехала девушка, и мы распаковали, она до этого занималась в бизнесе, с мужем они делали гранитные плиты в, ну, господи, на кладбище. Ей это не нравилось, но это бизнес мужа, она помогала. Сейчас оказалось, что она вообще крутой ресторатор, она круто умеет оформлять праздники, вот оформлять блюда, вот я не знаю, как это называется, когда выездное, да? Скорее декорат, наверное. Там как-то есть название, вот, ребят, если поможете, когда вот эти маленькие ПКПшки делают, они красиво оформляют столы. А? Кейтеринг? Да, 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 и вот это она умеет делать очень на высоком уровне. Она в жизни не знала этого про себя. Это то, что она сейчас реализует во Франции. Во Франции. А она не могла этого реализовать в Украине. А в чём разница? Я знаешь ещё, что думаю? почему? Я знаешь ещё, что думаю? Я думаю, что многим сложно найти своё, да, вот это вот новое место, либо своё место в этих изменившихся условиях. И ещё из... Да, мы корнями точно уйдём, убрёмся в детство, но из нежелания признать, что условия новые. Вот такая штука, знаешь, как мама ради меня обратно. Понятно, что корнями это уйдёт как раз-то в мама ради меня обратно, причём, когда я говорю мама ради меня обратно, я отнюдь не шучу, потому что это накладывается на тоску по утерянному раю, на тоску по материнской утробе, и в более взрослом возрасте это тоска за чем-то, что утеряно, и несогласие с тем, что это утеряно. Как будто бы... Пока человек не соглашается. Изменить вот там, при этом я понимаю, что я держусь за прошлое, но по факту я не живу в настоящем и не могу увидеть будущее. Так и прошлого-то нет. Вот засада-то в том, что прошлого... Мне реал... Я здесь, знаешь, я думаю, что ты согласишься, хотя, ну, не знаю, я очень долго, сама, зная это, и специально делала в аквариуме коллективные работы, с собой это делала, потому что мне было согласиться с тем, что моего прошлого, моего старого прошлого нет. Ну, это было бессилие, это было ярость, это было горе, это была злость. Я дико не хотела с этим соглашаться. И понятное дело, что пока я не хотела с этим соглашаться, у меня вообще не было сил. Я находилась в несуществующей реальности. Тут такая штука, что пока мы... Назвать, да, отпусти прошлое. Что такое отпустить прошлое? Как по мне, отпустить прошлое, это согласиться, что это прошлое. Прошлое значит прошло. И пока мы не отпускаем прошлое, пока люди продолжают, да, вот играть в то, что вот война... Ну, сейчас уже меньше, но тем не менее, война закончится, и всё будет как прежде, да, пока люди не соглашаются с тем, что вот этого как прежде больше нет. не то, что не будет, даже формулировка не будет больше неверная, потому что больше нет. И пока человек с этим не соглашается, он находится в несуществующей реальности. В той реальности, которой больше нет. Это берёт энергию и не получается тогда двигаться. смотри, вот я изучала этот феномен прям целенаправленно. Что такое жизнь в иллюзии? Это одна из психологических защит, называется дереализация. Ну, я помню, как Тальпес говорил, одна из функций и самых главных, и которая вам не понравится, но это факт терапии, показать человеку правду. Он прям фигуру правды ставит. И не все идут, и не все видят. И кто-то делает маленький шажок, а кто-то смотрит, и он выходит после терапии ещё хуже, чем было до. Но нет задачи сделать клиенту приятно, есть задача показать ему правду. Потому что, когда он видит правду, у него появляется... Он может с этим что-то делать. Конечно. Потому что, пока он живёт в иллюзии, он живёт в своём придуманном мире. Всё, это психологическая защита, я не хочу видеть правду, всё. Я жду, закончится, и вот будет всё, как было до 24-го. Даже когда закончится, не будет, как было до 24-го. Вот в чём дело, не будет. Вот, да, и уже нет. Да, уже нет. Вот класс, мне нравится. Первый шаг — это согласиться, признать и согласиться в том, что этого больше нет. А раз этого больше нет, тогда давайте смотреть, что есть. И что можно сделать с тем, что есть уже сегодня. Угу. С тем, что есть сейчас. Тоже важный момент. Вот люди, которые сюда приезжают, какая у них ещё проблема? Целеполагание. Они не знают, что они хотят. Они не знали до начала войны, но там как-то уже мы притёрлись жить вот так, как-то сели, и вроде нормально. А когда это всё схлопнулось, всё, так не получится, это вышло наружу, что оказывается, без цели, полагания, приехав в новые условия, либо оставаясь в Украине, но в новых условиях всё равно, не получается, жизнь непонятна, куда ты идёшь. А навыка как-то простраивать себе что-то, вообще чувствовать, а что меня вдохновляет, а что мне нравится. Нет. Тут такие две штуки, знаешь, две, да, я в этом вижу две. Во-первых, мне придётся признаться, сейчас честно, что я, когда приехала, когда выехала, это шок, да, и мы все находимся, ну, в таком, в коллективной шоковой травме, это коллективный шок, от этого, ну, приходится это признать, да, это раз. Соответственно, в это время идёт, когда идёт шоковая травма, идёт рассоединение, да, отсоединение с собой. Это один момент. Я потратила, наверное, много часов, причём я целенаправленно отключала телефон, либо не брала телефон с собой, чтобы быть только наедине с собой, вот там брала собаку и уходила. И я часами ходила, там, в том городе, где я жила тогда, это был Мах, это была уже Германия, потому что до Германии я вообще была в таком, ну, сложно было. И я часами ходила и слушала себя до тех пор, пока я не сформулировала, что же я хочу. То есть, на самом деле, сразу, чётко понять, что ты хочешь, ну, не так-то просто, и это на самом деле, ну, как по мне, это нормально, когда человеку сложно это понять. Особенно вот в условиях вот этого изменившегося мира. Я реально брала собаку, уходила, ходила и думала, что я хочу, да, Света, что ты хочешь? Как, вот если бы представить, я себе представляла жизнь через полгода, я себе представляла себя в декабре, в декабре, конец декабря, и спрашивала себя, что я хочу, с условием, что я отказываюсь хотеть нереального, да, то есть я хочу, чтобы ничего этого не было. Ну, детский сад, уже родились, здрасте, да, это уже все произошло. Вот я хочу, да, из того, что есть, что я хочу, пока я сформулировала. Это один момент, второй момент, ну, у нас за хотелки отвечает внутренний ребенок. И когда у человека, да, если человек не чувствует, что он хочет, то с большой вероятностью у него есть дисконнект с этим, с этой творческой частью, с этим внутренним ребенком, который, собственно, за эти хотелки отвечает. Ну, либо я больше это как бы объясняю, да, позиционирую с точки зрения телесно-ориентированной терапии, где в периоде развития ребенка потребностей, да, то есть это от полугода до полтора, где-то так, думаю, меньше. Да, раньше. От месяца до полутора. Ну, они по-разному все там бегают туда-сюда месяцы. Вот, нам дали уже эту периодизацию. Пройдет еще пару лет, полгода нам дали. От месяца до полугода. Вот, но они охлестываются, и в этот момент ребенок учится познавать мир, да, и потребности, что мне нравится, все трогать, рот тянуть, мамину помаду есть и так далее. И если мама, не зная о зов воспитания, не разрешает, кричит, забирает, сиди, не дергайся, то ребенок не чувствует своих потребностей, он так и не обучается вообще быть в контакте со своими потребностями. И вырастает такой взрослый не в контакте с потребностями, причем он чаще всего знает про потребности как компенсаторный механизм других людей, очень хорошо и прекрасно, и пытается их удовлетворить, да, компенсировать себе, но своей не знает. И это никуда не делось, просто когда появляется кризис, он вот эти вот все штуки обостряет. Он обостряет все. Он обостряет, соглашусь с тобой, что да, есть вариант, когда это структура потребности, да, и когда ребенок отказывается от своих потребностей в пользу мамы, и потом он теряет с ними контакты, он потом это не чувствует, это один момент. Второй момент про то, что все-таки когда идет шоковая травма, ну это вообще в этот момент это все и рубится. Даже если человек до шока мог быть, видишь, он нас носит в шоковый, без шока он мог быть в большем контакте, а сейчас может быть такое, что действительно очень сложно нащупать. Ну, нашим зрителям подождать март, апрель, май, июль, июль, август, и в принципе с сентября можно набирать группу по терапии шоковых травм и прорабатывать травму вольную. У меня на осень группа набрана. Ну вот, я еще думала набирать или нет, но так смотрю, что это будет актуально. Сейчас это не актуально, но вот тут осталось пару месяцев. Ну да, никогда не денем проработки шоковой травмы, она будет фонить, 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 и почему она, например, поднимается, когда, почему в ДНК, да, вот я говорила там, сейчас мне только мыс пришла, там это была шоковая травма, и если она там как шоковая осталась, то, конечно, она будет подниматься со всеми программами. Да, она будет усиливаться. А если бы наши предки пошли к психотерапевтам, владеющим терапией шоковых травм, ее проработали, нам немножко полегче было бы. Я тебе хочу сказать, знаешь, нам повезло больше, я, меня сейчас, конечно, со мной можно не согласиться, но я действительно считаю наше поколение вообще лаки, вообще счастливчиками, потому что можно злиться и обижаться на наших родителей, у них не было такого количества инструмента и доступа к информации, что происходит и как это меняется. Они, мне страшно представить, в общем, в каком кошмаре, как они выживали, представляешь, какая мощь у них, что в этом всем они выживали, не имея доступа, да, вот в этом внутреннем, то есть сохраняя этот внутренний ад, проживая. Я не говорю про внешние, я вот сейчас как раз не про внешние ужасы, я как раз про то, что когда человек, они, да, наши родители, это дети, дети, дети детей войны, да, дети военного положения, преимущественно, то есть там уровень травматизации тоже ужасный, но при этом у них не было доступа к психотерапии, у них не было доступа к техникам, которые это можно облегчить, они свой внутренний ад проживали самостоятельно. Я смотрю на это и понимаю, что мы поколение счастливчиков, которые можем, у которых есть доступ что-то менять и что-то с этим делать и как-то улучшать свою жизнь, да еще и помогать другим. И в принципе, сейчас поразвучит дико цинично, но даже при условиях тех кошмаров и ужаса войны, которые происходят сейчас, да, все равно, я думаю, ну вот, наше поколение и наши дети, и все эти дети, которые проходят сейчас эти войны, у них больше шансов на счастливую жизнь дальше, потому что уже есть инструменты, которые могут помогать тогда не было. И это, да. Впереди цивилизация, сейчас есть интернет, поэтому это все можно делать онлайн, есть доступы онлайн, поэтому сейчас уже в этом плане все полегче. Хоть процесс... Я знаю, что хочу попросить сейчас, я просто смотрю на время, я же знаю нас с тобой, мы же можем... Да, да, да. Я вообще поняла, что мы вышли в эфир поболтать. Я не все сказала. А что мы болтаем отдельно? Смотри, как интересно болтать, по-моему. Напишите плюсики, кому интересно, как вот мы разговариваем и именно поревновать. Плюсики или сердечки, вообще, вы вообще с нами? Мы давно... Я вам сейчас еще маленький секрет расскажу. Мы давно... Мы же разговариваем про шестерна. Мы давно не созванивались потрещать, поэтому по-хорошему, похоже, задумывался этот эфир каким-то одним форматом, но, похоже, это оказался эфир на поболтать. То есть мы-то с вами собрались и обсуждаем какие-то свои темы и совсем не по плану. Я даже там без конспекта, без плана, без... То есть такое, да, но народу нет... Так что, Света, рискованно созвониться поболтать. Мы выболтаемся на эфире. Да ладно! Мы часами с тобой можем... А, не говорили. Поэтому, думаю, мы точно найдем еще о чем поболтать, когда в эфире. Нет ощущения одиночества у нашего поколения. Да, и это очень тоже ценно. На самом деле, очень ценно у наших, да, ну вот, наших, не знаю, бабушек. Моя бабушка была в эвакуации. Я, кстати, уже тоже так проследила некоторые параллели про бабушку и себя, что я тоже достаточно быстро уехала в эвакуацию. А, я не бежала, поэтому я первый, первопроходец. У меня все вместе много поколений. Да, бабушка как раз уехала в эвакуацию, в эвакуации, познакомилась с дедушкой, и, значит, и, 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 в общем, здрасте, да? Вот. Так я к чему чего-то умное хотела сказать? Я чего-то умное хотела сказать перед тем, как начала про бабушку. Таня? Ты говорила о том, что да, так вот, то поколение не было такого, ну, как бы, да, что вот все страны принимают, и все страны бросаются, да, спасать, и все. Были, была помощь, я точно не обесцениваю, да, и заходили союзники, и поставляли оружие, и этот умное слово, которое я забыла, я забыла это умное слово, который, ленд-лиз, да, и был ленд-лиз, вспомнил умное слово, и был ленд-лиз, то есть была помощь из других стран на военном уровне, а вот такого сейчас, когда все, да, большая часть стран, весь мир подорвался и принимает, и оказывает, каждая страна по мере возможности оказывает поддержку, такого у наших не было предков, и сейчас, да, нет ощущения одиночества, это тоже, это какая-то вообще мега круто, то есть мы еще в жестких условиях, но с очень большой поддержкой, и это очень ценно, да, Натюш, давай ты скажешь, что же ты хотела, да, если у тебя есть вот что-то, потому что нас унесло потрепаться, мы давно не разговаривали, нас унесло поболтать, а сейчас уже 9 вечера, мы же с тобой по 3 часа можем болтать, понимаешь, но уже 9 вечера в Европе, то есть в Украине это 10, то есть под нас еще немножко можно будет заснуть, под нас еще немножко и можно будет заснуть, и такое получилось, радио Хавро Горбач, оно ночь, день, на доброй неделе, давай мы будем, вообще-то важно сказать, вот как-то самое важное из этой темы, которая, главную мысль, которую я несла, это по возможности, я понимаю, что война не кризис, но увидеть в том, что сейчас происходит, какую важную цену вы выносите, то есть снять знак минус, что, чему вы научаетесь, что такое проходите, после чего появляется какое-то новое качество, новое видение, дальше, важный момент, если не получается, да, там увидите это, там если в Украине, то тревога, там панические таки и так далее, если выехала за границу, не получается адаптация, то я сейчас несу всем очень важную вещь, что сейчас как раз для того, чтобы обращаться за психологической помощью, потому что это то важное, что сохранит ваши усилия, ваше здоровье, потому что я вижу много и тренеров, и просто мои знакомые, которые просто посидели, просто реально не стали седые, и это всё здоровье, которое ещё неизвестно, как выльется, поэтому, друзья, очень важно то, чтобы увидеть, что сейчас время уделять внимание своему здоровью, и мы умеем уделять внимание физическому здоровью, но забываем, что психологическое тоже требует внимания, и, ну, лично у меня есть программа по тому, когда человек остаётся в Украине, да, как адаптироваться к новым условиям, что делать, то есть мы там работаем и с самооценкой, и с самоподтверждением, как стать видимым, и как пройти те травматизации, которые война нанесла, даже если мы не с шоковой травмой работаем, но всё равно контакт с Эгрегором войны мы так устанавливаем, чтобы можно было дальше двигаться. Для тех, кто выехал, у меня есть программа по работе с собой и по адаптации в новой стране, то есть как найти, распаковать свою экспертность, как распаковать свою личность, как адаптироваться, на что опираться, какие найти опоры, как выбрать страну. У меня клиентка полностью по программе переехала во Францию, сейчас она уже в поисках вот той работы, которую мы сделали. Мы там полностью выбирали страну, выбирали те ресурсы, ну вот к примеру, сейчас быстро приведу пример, ресурсы, которые она хочет найти в какой стране. То есть сначала мы выбираем не страну, а что я хочу получить от страны, каких мне ресурсов не хватает. И когда мы это определяли, почему они заблокированы, мы могли найти в страну, потом, почему не получается сделать шаг, где я не могу взять ответственность за свою жизнь для того, чтобы сделать шаг, переехать. Когда произошёл переезд, как найти себя, как распаковать экспертность, то есть это всё процесс. И вот в этом процессе, если обращаться к тем людям, к специалистам, которые знают, как провести, на самом деле нет ничего сложного адаптироваться, хоть оставшись, хоть выехав, но здесь нужно понять, на что опираться и кого находить для того, чтобы находить эти точки опоры. Поэтому, друзья, напрямую приглашаю вас в программы, приходите сейчас в индивидуальные программы, как раз запускаю адаптироваться в Украине или выехав, адаптироваться за границей. Это индивидуальные программы, это не программы формата группового, хотя терапевтические группы. Можете подписаться на Татьяну и потом в личку ей написать по поводу этих программ. Я хочу добавить ещё один маленький, но очень важный нюанс. Достаточно часто, даже не так, практически всегда, когда человек проходит какую-то мясорубку, он действительно получает определённые, некоторые качества. Но когда людям предлагают, да, вот то, что сказал ты сейчас, посмотрите, что хорошего вы в этом выносите, да, что хорошего у вас для этого есть, возникает очень часто протест. Истерии, заберите нафиг это хорошее не такой ценой, да, я не хотел это такой ценой. Но здесь ловушка, знаете, в чём? Цена-то уплачена. Цена уплачена. Вы уже цену заплатили. Так возьмите то, за что вы уже заплатили. И, возможно, впоследствии вы обнаружите, что цена была соответствующая. Но когда человек не принимает этот ресурс из-за того, что он не согласен с ценой, а это очень частое явление, он и цену заплаченную обесценивает. И ресурс взять не может. Есть такая волшебная фраза, да, вот если вы можете прямо сейчас посмотреть, что хорошего, вот, последние изменения в вашу жизнь привнесли. Ещё раз, да, вы не хотели по такой цене. Да, вы не хотели. Я в девятнадцатом году обещала Германию, сегодня только вспоминала в очередной раз, потому что, не знаю, муж во Франкфурт ездил, и я вспоминала Франкфурт, в девятнадцатом году была во Франкфурт. Ну, мы с тобой вместе были во Франкфурт в девятнадцатом году. И я тогда, вот, когда ты улетела, я осталась, я тогда разговаривала с Германией и обещала Германии, что я вернусь. Но я точно, да, во-первых, я бы этого фиг сделала в ближайшее время, у меня не было даже в планах, а тут, да, я, и да, я тоже, возможно, не этой ценой хотела бы. И, и, и не то, не то же, невозможно, а да наверняка. Многие вещи, которые я сейчас, да, беру себе как ресурс, здесь, находясь в Германии, я точно не хотела бы это брать этой ценой, но цена уплачена. Есть хорошая фраза, да, вот посмотрите на то, что вы, да, это очень важное замечание, Татьяна пишет, это правда важно. Посмотрите, что вы действительно получили. И попробуйте взять фразу, подумать, пожить, проговорить её. Я соглашаюсь на этот ресурс, по той цене, либо я беру этот опыт, либо я беру этот ресурс, либо я беру эти изменения по той цене, по которой я за них уже заплатил. Это такая уже, это не просто фраза, это терапевтическая фраза, она простраивает. Да, она простраивает. Я делюсь, на самом деле, обычно в эфирах какими-то терапевтическими моментами, для того, чтобы, ну, можно было не только теорию взять, а что-то внутри себя ещё положить. Возьмите эту фразу, я принимаю ресурс, либо я принимаю эти изменения по той цене, по которой я за неё уже заплатил. Вы уже заплатили. Так возьмите уже то, за что уплачено. И когда вы возьмёте, пройдёт время с большой вероятностью, с очень большой вероятностью, вы обнаружите, что оно того стоило, даже если это нереально дорого. Что вы сможете из этого что-то вынести, даже если это нереально дорого. Собственно говоря, на этом мы, наверное, будем заканчивать. Уже начало десятого что-то начинается такая тенденция задерживать эфир. Обычно я веду там, ну, до без десяти стараюсь, да, там минут пятьдесят. Но вчера задержалась, сегодня, сегодня мы с тобой знатно потрепались. Нам всё-таки надо было звониться, видимо, до поговорить, поболтать. Поэтому мы поболтали в эфире. У меня, кстати, только что пришла миссия. Друзья, кому интересно, я сейчас проводила спринт и приглашала на бесплатные консультации и диагностики протестировать эти программы. Я уже закрыла спринт, но для подписчиков Светланы, если вы напишите в ближайших пару дней, я думаю, я оставлю вам пару мест. Вы напишите, потому что будут же смотреть ещё в сапсе. Давай мы сделаем так. Напишите Тане слово эфир. Да, пусть будет кордовое слово, и ты будешь понимать, что это. Если вы хотите, напишите Тане в личку, да, в директ, слово эфир. Да, там хочу, там Татьяна, хочу на диагностику, там эфир. Да, и можете воспользоваться этим предложением, и Татьяна проведёт для вас диагностику. Всё. Я тебя, Дюш, была рада видеть. Люблю тебя сильно. Обнимашечки, да, ты это знаешь. Прекрасные. Вам спасибо за то, что были с нами всё это время, пока мы тут по-дружески трещали. Очень надеюсь, что вам было интересно нас послушать, хотя, ну, я планировала совершенно другой формат, но вот как пошло. Так было тоже интересно. И напишите, вот это напишите, пожалуйста, мне в директ, либо в комментариях, либо в директ. Напишите, понравился ли вам такой формат. Если вам такой формат интересен, когда не только я с вами общаюсь, разговариваю, да, а когда я ещё приглашаю своих коллег-экспертов в разных сферах, то я эту традицию, просто я заведу это как традицию, периодически буду, не знаю, может, раз в неделю, раз в две недели, может быть, буду приглашать каких-то экспертов к себе в эфир. Всё. На сегодня я с вами со всеми прощаюсь. С вами была Светлана Горбач, психолог на Всегорову, Татьяна Хавро. Не, на всю голову. На всю голову. На всю голову. Да, не, мы с вами за внимание. Пока. Всё, пока-пока.